на канале даниила и ларисы сегодня вторая часть видео посвященная грузинской водки ну на мой взгляд самому наверно лучшему фруктовому бренде из всех которые существуют это чача или как в средиземноморье ее называют граба если вы смотрели предыдущее видео о том как я готовил брагу то вы помните что я готовил два вида браги одну на культурных дрожжах с добавлением сахара и вторую на диких дрожжах если вы не смотрели это видео посмотрите его если вам интересно ссылку на описание как я готовил брагу ссылку на рецепт вернее я размещу в описании этого видеоролика я приготовил две браги значит первую я готовил из виноградного грубо говоря из явленного винограда добавил 10 литров воды на 10 килограмм винограда добавил четыре килограмма сахара и добавил культурные винные дрожжи фирмы брови во вторую брагу я просто добавил виноградный вдавленный виноград добавил 10 литров воды и она бродила на культурных дрожжах значит брага которая с сахаром отбродила у нас за 12 дней брага которая на диких дрожжах бродила месяц и неделю то есть совершенно разные совершенно разный период брожения естественно и совершенно разный результат сейчас собственно говоря первое что сделаем подготовим перегонки одну и вторую брагу к дистилляции для того чтобы его подготовить она с естественно с виноградом с косточками с веточками совсем совсем давилась я в первую очередь надо процедить для того чтобы процедить я использую внутреннюю часть от виноградного пресса вкладываю сюда обычный мешок из мешковины и действую вот таким вот образом на запах это брага выбрать дела на насухо я даже проверять не буду вот но немножко пахнет немножко про пахнет сахарной брагой то есть но основной запах естественно виноградного вина но немножко немножко такой легкий легкий все-таки запах сахарной браги на свет она как виноградное вино говоря процентные это я процеживаю прям это занимает минут пять друзья поэтому я остановлю съемку чтобы не показывать процесс процеживания и вернусь когда буду процеживать вторую брагу на дрожжах с сахаром на культурных процеживания и теперь я процежу брагу на диких дрожжах несколько слов тоже скажу о вкусе совсем другое дело это реально пахнет как молодое вино и на вкус как хорошая виноградная молодое вино причем идеалы из-за забыл и запаха из-за было как ни странно совсем нету даже мне как-то немножко жалко из них делать чачу но друзья процедим ее точно так же и приступим к перегонке эту брагу я процеживаю в емкость потому что буду перегонять ее завтра как бы но в принципе очень советую если у вас есть такая возможность фруктовые браги все после того как они отбродили перед перегонкой процедить их в отдельную емкость и дать постоять еще ночь отстояться я завтра покажу какой в этой емкости останется осадок после процеживания точно также процежу ее друзья подготовил подключил аппарат значит дистилляцию я буду делать один раз с по капельным отбором голов то есть с очень медленным нагревом мой аппарат состоит из электрического куба но куба с электрическим теном здесь установлен термометр пустая царга 50 сантиметровая дефлегматор и холодильник перед дефлегматором установлен 2 термометр для дистиллятор считаю что это самая идеальная комбинация колонна не нужна а вот пустая царга все-таки хорошо хорошо действует получаю чистый крепкий напиток который потом разбавляю но и в то же время не теряю органолептику значит что мы сейчас делаем включаем нагрев нагрев до 88 градусов по цельсию в кубе причем я включаю нагрев по максимуму когда нагрев подходит где-то 85 градусов я перевожу нагрев на минимум чтобы не при не проскочить 88 градусов кубе эта информация касается моего аппарата вам конечно надо эту информацию опытным путем касательно своего аппарата получать при 88 градусов кубе вот здесь вот перед дефлегматора у меня получается температура 72 градуса 72 градуса температура кипения самых летучих ацетонов которые содержатся фруктовой браги я не хочу чтобы у меня температура сразу поднялась выше во первых начнет конденсироваться пищевая фракция во вторых я не смогу четко отобрать головные фракции которые мне совершенно в пищевой не нужны фальмадегиды ацетоны этот изопропиловый спирт о котором сейчас все очень много всякого рассказывают и так далее вот поэтому включаю нагрев до 85 градусов кубе довожу и потом уменьшаю сильно нагрев практически на самый минимум насколько это возможно так чтобы к 88 градусов у меня температура подошла и остановилась при этом у меня начнет начнут капать первой головы начнут конденсироваться и я начну по капельный отбор голов головы я буду отбирать течение часа за час у меня температура должна подняться в кубе всего лишь на один градус это важно для того чтобы четко отобрать все головные фракции не нужны и нам в пищевой друзья ну собственно говоря включаю нагрев и с появлением первых голов вернусь температура в кубе достигла 88 градусов по цельсию начал конденсироваться начали конденсироваться первые головы я уменьшил нагрев до самого минимума сейчас у меня стоит напряжение 130 вольт вот датчик напряжения если вы делаете на плите то уменьшаете соответственно тоже нагрев до минимума надо добиться того чтобы повышение температуры было за следующий час не больше одного градуса таким образом мы получим очень точный по капельный вот это сейчас быстро очень головы капаю час еще уменьшу напряжение по капельный отбор голов так чтобы в течение часа мы отобрали где-то в районе 200 миллилитров голов и после этого начнем отбор тела друзья отобрали 200 миллилитров голов проверим теперь органолептический возьмем на палец вот так вот разотрем и понюхаем не должно пахнуть ацетоном запах ацетона нету есть уже только такой приятный легкий запах чаще мой класс какой и можем отбирать пищевую фракцию замеряем спиртуозность голов которые у нас получились даже чуть больше 220 миллилитров где-то так спиртуозность 78 78 процентов спирта 78 градусов немножко маловато обычно 82 не знаю почему так ну в общем друзья начинаем отбирать пищевую фракцию температура в кубе у меня сейчас 89 градусов я буду мерить мере спиртуозность струе с помощью вот такого вот устройства называется гусак сюда подается продукт вот а сюда он наполнится сейчас накапает полностью и сюда оставляется спиртометр очень удобно вот снизу подставляем баночку и меряем спиртуозность струе значит по поводу нагрева нагрев я оставляю минимальный чуть больше минимального чтоб температура у меня подымалась кубе не больше чем полтора градуса цельсия в час и делаю очень медленный такой практически капельный но иногда он получается очень очень тоненькой струечкой буквально с иголочку отбор делаю до спиртуозности в струе где-то 30 градусов то есть у меня по моим расчетам должна получиться в общем и целом продукт спиртуозностью где-то 65-70 градусов ну вот посмотрим я начинаю отбор немножко подымаю нагрев но желательно как бы чтобы нагрев не превышал полтора полтора градуса за час в кубе то есть чтобы не быстро нагревать еще хотел проакцентировать внимание на том если вы используете холодильник вот как я и дефлегматор не делайте слишком большой напор воды то есть вот у меня вот такой вот напорчик воды температура воды после то есть вода после дефлегматора должна выходить чуть-чуть тепленькая не совсем холодная сильный напор не надо основная конденсация должна происходить в холодильнике а в дефлегматоре происходит соответственно дефлегмация отделение ненужных фракций отделения флегмы то есть не надо чтобы конденсация происходила в дефлегматоре для этого охлаждающая жидкость проходит через холодильник идет дефлегматор дефлегматора найдет уже чуть-чуть подогрета и вот напор должен быть такой чтобы дефлегматоре она нагревалась чтобы она была чуть тепленькая температуры где-то 25 градусов 26 ну до 28 скажем так итак друзья я начинаю отбор как я уже говорил ну и собственно говоря по результату после того как спиртуозной струе упадет ниже 30 процентов спирта посмотрим на результат сколько получилось готового продукта и какой крепостью из браги виноградной с добавлением сахара и культурных дрожжей друзья друзья спиртуозной струя достигла 30 30 градусов упала до 30 градусов как мы видим по показаниям спиртометра проверим органолептический запах осевушных масел нету но все равно буду прекращать отбор дальше дальше считаю что уже не стоит отбирать пищевую фракцию и посмотрим что у нас получилось получилось около трех с половиной литров но может чуть чуть больше 70 градусного дистиллята просто я надолго отлучался поменял банку вот 70 градусов получается общий вот получилось около около трех с половиной литров 70 градусного дистиллята посмотрим на показания спиртометра даже чуть меньше чем 70 где-то 66 67 градусов я его перемешал вот получится но если 4 где-то получится 6 литров 40 градусного может чуть чуть меньше вот такой вот результат с браги с виноградной браги с добавлением 3 килограммов сахара и культурных дрожжей остальное остальную часть дистиллята я отбираю как хвостовую фракцию просто у меня отдельная посуда и потом ее добавлю в перегонный куб при следующей дистилляции эту хвостовую фракцию можно и отдельно в принципе укрепить но я ее так как у меня такой же продукт такая же чача я ее добавлю в перегонный куб собственно говоря с первой частью мы закончили сейчас я подготовлю куб заправлю туда заправлю туда чачу на диких дрожжах вот эту вот и начнем ее перегоняет друзья ну что ж друзья переливаю нашу брагу без сахара на диких дрожжах из виноградного сока запах потрясающий попробую реально молодое вино конечно она разбавлена то есть виноградный сок разбавлен на 50 процентов водой но все равно на вкус очень классная и по цвету такой хороший цвет вина сейчас переливаю попробую купил новую лейку большую попробую перелить одним движением получится у меня или разолью все на больше получится чем разолью и сейчас покажу почему я рекомендую брагу оставлять отстаиваться после отжима отжима фруктовой части в данном случае все равно перелив надо же уметь после отжима виноградного жмыха лучше браги дать отстояться вот посмотрите какое здесь еще количество каши осталось которая нам совершенно в перегонном клубе не нужно и теперь можно также у нас 20 литров браги то есть я ставил ставил брагу было 25 литров но за счет того что я убрал всю фруктовую составляющую весь виноградный жмых осталось 20 литров сейчас соберу аппарат друзья скажу несколько слов и начнем перегонку так аппарат собран сейчас включу нагрев немножко несколько слов о нагреве также к первом варианте нагреваем до 85 градусов быстрым нагревом потом чтобы не проскочить температуру начала конденсации голов уменьшаем нагрев до минимума так чтобы но это касается только моего аппарата я знаю четко его пара параметры каждый должен знать параметры своего аппарата вот когда у меня температура в кубе достигает 88 градусов температура в дефлегматоре у меня в этот момент составляет 72 градуса это как раз начало кипения самых легких фракций гидных спирот спиртов ацетонов как-то они называются ацета альдегиды в общем то что вам совершенно не нужно в пищевой фракции вот друзья поэтому важно не проскочить этот момент не перегреть куб если вы перегреете сразу же куб то начнут испаряться нужные нам пищевые спирты они будут смешиваться с головными фракциями в общем произойдет ненужная вещь тем более при однократной перегонки как делаем мы в первую очередь отберем 200 миллилитров голов я уже опытным путем установил вот этот объем 200 миллилитров я отбираю с 20 литров браги и обязательно делаю органолептическую пробу то есть что я делаю я беру головы вот у меня отобралась 200 миллилитров я беру несколько капель растираю между пальцами и нюхаю чтобы не было запаха ацетона то есть вот характерный запах ацетона когда он ушел и остается только запах виноградной водки виноградной чаще только тогда можем отбирать пищевую фракцию ну и опять же таки это количество она правильно именно для моего аппарата каждый его должен определить сам опытным путем и с использованием дефлегматора если вы не используете дефлегматор то в любом случае голов будет немножко больше но обязательно проверяйте опытным путем вот так вот и самое главное не проскочить то есть не перегреть сразу же аппарат чтобы с головами пошли пищевые фракции этот процесс но будет необратимо исправить уже можно будет только второй перегонкой со второй перегонкой соответственно мы потеряем органолептику чаще вот такая вот ситуация друзья значит я сейчас включаю нагрев как только температура в кубе у меня поднимется до 85 градусов я уменьшаю нагрев до минимума довожу температуру до восьмидесяти восьми начинают испаряться головы и вот тут вот мне надо отрегулировать нагрев таким образом чтобы у меня нагревалась не больше одного градуса в час чтобы очень точно отобрать спирты которые кипят при низких температурах не пищевые спирты при этом чтобы все пищевые спирты у меня на этот момент еще остались кубе вот такая вот теория но собственно говоря на практике сейчас покажу я включаю нагрев друзья и вернусь к вам как только начнут конденсироваться первые капли головных фракций чуть не забыл один немаловажный момент от прошлого погона от первой чаще у меня осталось почти литр хвостовых фракций хвостов я их тоже залью в куб причем хвосты с разных фруктовых брак я стараюсь не смешивать а вот хвосты фруктовых потом добавлять сахарную можно без проблем кстати тоже пахнут очень достойно виноградиком конечно очень большую роль то что я не получаю даже в хвостах севухи играет именно дефлегматор он осаживает все севушные масла и они остаются в кубе получаем чистые спирты конечно можно было бы использовать и колонну ректификационную но тогда потеряем органолептику все друзья включая нагрев и ждем конденсации 1 как друзья температура в кубе 90 температура в колонии 76 и первые капли голов первые капли голов нагрев уменьшаем до самого минимума чтобы за следующий час у нас температура поднялась всего лишь на 1 градус не больше и вот течение этого часа вот так вот по капельно очень медленно отбираем головы после этого перейдем к отбору тела нашей прекрасной чаще друзья но естественно проведем органолептический тест прошло 50 минут и отобрали 200 миллилитров голов берем теперь видите как она медленно капает берем на пальцы растираем нюхаем чтобы не было запаха ацетона запаха ацетона совершенно нету уже запах хорошей чачи поэтому можно начинать отбирать пищевые фракции друзья можно немножко увеличить нагрев но не сильно желательно чтобы у нас температура подымалась где-то со скоростью полтора градуса в час не больше и таким образом то есть капать будет чуть чуть быстрее но желательно по капельной не струей отбирать чтобы капало ну вот в три в четыре раза быстрее чем сейчас сейчас вообще медленно где-то капля в секунду вот и отбираем я буду отбирать до спиртуозности в струе 35 процентов спирта 35 процентов спирта займет это у меня где-то я думаю пять пять с половиной часов ну вот так вот долго я отбираю пищевую фракцию друзья поэтому как бы а кстати сейчас померяем еще спиртуозность головы интересно опускаем и получаем 80 80 процентов спирта но хороший результат друзья еще хочу обратить внимание если вы делаете перегонку с дефлегматором то есть не просто с холодильником вот видите у меня холодильник и дальше дефлегматор если вы делаете перегонку дефлегматором не включайте сильный вот поток воды важно чтобы на выходе из дефлегматора вода была чуть теплая то есть не ледяная вот у меня вот такой вот струечкой вода течет ну что отбираем пищевую фракцию после этого замеряем что мы получили разведем до пищевой спирту возности и будем пробовать спиртуозной струе упала до 30 градусов до 30 процентов спирта и посмотрим что у нас получилось отобрал я 3 литра вот в этой баночке прекрасной ароматной чаще очень вкусно пахнет спиртуозностью но спиртуозность низкая 60 процентов спирта напомню из чаще на культурных дрожжах получилось почти 4 литра спиртуозностью 70 процентов но вот такой вот результат друзья то есть получается на диких дрожжах значить ну как значительно меньше но фактически значительно меньше теперь разведу до пищевой крепости но единственное что надо учесть такой момент если мы будем сразу же употреблять напиток или делать выдержку на дубовой щепе чуть позже расскажу как тогда мы можем разводить до 45 градусов ну или до 40 кто как любит я предпочитаю до 45 если же мы делаем выдержку в бочке то есть будем оставлять в дубовой бочке на год то надо делать минимум 50 процентов спирта потому что за год спиртуозность упадет как минимум до 45 зависит от объема бочки не так друзья у меня есть чистая фильтрованная вода я сейчас разведу чащу до 50 градусов так как я буду ее выдерживать в бочке в дубовой и продегустируем напомню если разводим ну вот данном случае разводим крепкий дистиллят то надо лить дистиллят в воду не наоборот то есть воду добавлять ну допустим в банку сюда добавлять воду нельзя потому что напиток помутнеет надо в пустую банку набрать воды нужное количество высчитать и после этого то есть грубо говоря если у нас есть напиток спиртуозностью 60 градусов есть три литра значит до пищевой если мы хотим до 40 градусов его развести допустим то нам надо взять полтора литра воды простая пропорция в общем я развожу сейчас до 50 градусов нашу чачу и продегустируем ее расскажу что получилось как она получилась на вкус друзья ну что ж друзья поговорим о результатах чача надеюсь на диких дрожжах из 12 килограммов винограда виноград изабелла без добавления сахара вообще без добавления ничего получилось у меня 4 литра 50 градусной чачи то есть это будет где-то 40 градусного напитка если разводить сразу до 40 градусной крепости то будет где-то четыре с половиной 4 8 литра чаще с добавлением сахара на удивление я рассчитывал на большее получилось у меня около четырех с половиной литров но может быть ближе 5 тоже 50 градусной чачи добавлял я ну 12 килограмм винограда культурные дрожжи и три килограмма сахара вот результат меня удивил честно говоря я ожидал что получится литров 6 готового напитка даже не могу может дрожжи плохо с отработали но чаще выбрать дела на сухо это факт я ее замерял сахарометром в браге сахара был 0 она была но совершенно и на вкус четко определяла что она выбрать дела на сухо ну почему-то вот такой результат и итак друзья продегустируем я приготовил тесты первую буду дегустировать на культурных дрожжах с добавлением сахара на запах запах грузии очень приятный запах но как бы я не знаю пили вы настоящую чаще не пили тех кто пил знает тех кто не пил немножко похоже на коньяк но вот коньяке нету свежего запаха винограда тут присутствует свежий запах виноградика очень вкусный аромат мне очень нравится вообще люблю фруктовые водки на вкус ну первое что хочу сказать вообще о самогоне даже намека легкого нету то есть никаких сивушных масел никаких привкусов ну очень классный благородный напиток вообще чаще очень классный напиток я ее люблю отличный вкус вообще никаких настоящая чаще никаких примесей я не чувствую и теперь чаща без добавления сахара на диких дрожжах по аромату она значительно более ароматная тут значительно более ярко выраженный аромат свежего винограда ну и попробуем на вкус конечно она тоже лучше значительно больше присутствует вкус винограда практически такой коньячный вкус получился но в общем чача удалась единственный вопрос у меня по количеству я честно говоря сам не понимаю почему у меня разница три килограмма сахара и культурные дрожжи дали мне всего лишь пол литра разницы но чуть больше чем пол литра но даже будем считать почти литр я рассчитывал получить разницы где-то 2 литра но имеем что что имеем и так друзья что нам делать чаще ну первый вариант самый простой разбавить ее до нужной спиртуозности я щас и разбавил до спиртуозности 50 градусов и буду помещать в бочку это выход со спиртовность со спиртуозности 50 градусов 50 процентов спирта соответственно вы же понимаете если добавить больше воды сделать 40 то будет больше напитка значит первый вариант разбавить до нужной спиртуозности и употреблять непосредственно нам дать единок отдохнуть любой напиток должен день два отдохнуть а еще лучше напитку напиток окислить есть для окисления сейчас дальше расскажу процесс я использую аквариумный компрессор и вот такой вот камушек просто опускаем камушек напиток и включаем компрессор на 10 минут это значительно улучшить вкусовые характеристики напитка по поводу выдержки есть два варианта выдержки более простой вариант дубовые чипсы берем дубовые чипсы я беру чипсы сильной прожарки когда делаю что-то на дубовой чипе или дубовая чипа вот такая вот штука она продается практически на всех магазинах которые в интернет магазинах которые продают товары для самого на варенье для виноделия и так далее винокуренья как бы это не называть суть одна в среднем я беру на трехлитровую банку рюмку вот этой вот дубовой чипы помещаем ее в трехлитровую банку чипу и выдерживаем месяц выдержка на дубовой чипе месяц соответствует где-то полгода в дубовой бочке почему так происходит потому что площадь соприкосновения щипы значительно больше объем маленький а площадь соприкосновения щипы с напитком значительно больше грубо говоря чем площадь поверхности бочки плюс это щипа значительно она поколота она мелкая то есть она сразу же отдает все дубовые вот эти вот дубильные вещества сразу же дает напитку и тут существует одно но когда любой напиток вызревает в бочке он окисляется так как бочка гидроскопично напиток так или иначе через стенки дубовые бочки сообщается с воздухом происходит обмен то есть мы теряем часть крепости часть спиртовую летучивается то что называется доля ангелов часть и бочку попадает кислород напиток окисляется естественно в банке мы такого эффекта не получим поэтому делаем такой же эффект забросили в банку дубовые чипсы и раз в неделю берем аэратор и напиток насыщаем кислородом то есть окисляем его раз в неделю по 10 минут так вот в течение месяца 4 раза делаем тогда мы получим напиток максимально приближенный бочковой выдержки то есть месяц где-то полгода соответствует опять же таки можно использовать чипсы не сильной прожарки а средней прожарки или вообще не прожаренные само количество чипсов увеличить потому что если сильной прожарки использовать большее количество то будет ну темно-коричневый напиток если взять не прожаренных то можно две рюмки чипсов положить соответственно площадь соприкосновения дуба с напитком будет еще больше и обмен дубильными веществами будет происходить быстрее естественно и третий вариант выдержка в бочке что-то я пригубил а мне поставила третий вариант выдержка в бочке друзья собственно говоря как я уже говорил почему я сделал спиртозность 50 градусов потому что я помещу бочку часть спирта испарится через поры дуба и через год я получил крепость где-то 43 45 градусов причем не прогнозируемо также хочу сказать что ну наверняка вы все знаете что бочка истощается через два-три года дубильные вещества из дуба практически все переходят в напиток и естественно там четвертая четвертый раз использование бочки или как говорят винокуры четвертая бочка уже не даст такого эффекта то есть вы получите напиток практически не окрашенный с очень суд даже вот через год с очень с очень бледным цветом для этого опять же а в промышленных условиях естественно бочку разбирают заново обжаривают и заново собирают мы не можем этого делать поэтому что мы делаем мы туда добавляем тоже дубовую щепу или дубовые чипсы единственное что для бочки я использую вообще мелкую мелкую она вот такой вот фракции практически как труха ее значительно поль был проще потом извлекать из бочки так вот друзья эту чачу ну собственно говоря мы ее продегустировали конечно через год я наверняка сниму дегустацию чачи из бочки и покажу что получилось равно какие предыдущие напитки которые я поставил в бочку в этом году это сливовица и это грушевая бренди вот в эту тоже поставлю в бочку так сказать буду выдерживать и ну через год будет видео о результате пока друзья на этом я рецепт чачи заканчиваю чача получилась очень классная пробуйте дегустируйте если у вас есть какие-то вопросы задавайте их комментариях я на все комментарии обязательно отвечаю ну и традиционная подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх а мы будем снимать для вас новое видео всего доброго пока пока пока